У нас создаётся такой проект, может быть создастся через 3-4 месяца, я точно не знаю, но мы делаем, работаем. Проект называется «Молитвенная комната». Что это значит? Это значит, что когда вы заходите в интернет и заходите в компьютер, в эту молитвенную комнату, то там вы видите всех, кто в это время молится. Вы видите изображение человека, можете активизировать любого человека, какого вы хотите. И можете активизировать звук также тех людей, которых хватит. Можете выбрать людей своей веры или вообще всех подряд. Там будет чат для общения. Я буду в молитвенной комнате появляться какое-то количество раз в неделю, может один раз. И будет известно время, я прихожу туда, делаю настройку и дальше молюсь вместе с вами. И там может быть сотня, две сотни, три сотни человек, сколько хотите быть в этой молитвенной комнате. Просто видеть изображение можно будет ограниченное количество. Но звук можно слышать всех. Это будет общий звук такой молитвы. И вы можете со всеми молиться вместе. Если хотите, вы можете активизировать только ваших девочек в ней. И с ними молиться только, больше никто не будет вам мешать. Как узнать, как у вас будет? Ну, надо на наши ресурсы заходить, на сайт торсунов.ру. Также хочу вас предупредить, что очень быстро идет регистрация на фестиваль «Благость» на майский. Если кто-то хочет поехать на наш фестиваль, это удивительное вообще мероприятие. Там люди, которые ездят, это для них самое лучшее время в жизни. Ну, то есть это невозможно описать словами. Там две недели идет полное погружение в духовную реальность. Из-за сорока стран мира примерно люди приезжают. Кто из вас был на фестивале? Понравилось вам? Очень. 400 человек уже зарегистрировалось на сегодняшний момент. Регистрация была открыта несколько дней назад. Если вы проспите недели три, можете не успеть. Но мы регистрируем около 1000 человек и закрываем регистрацию обычно. Смотрите, если у вас есть планы, то не опаздывайте, а потом будете сожалеть, что они попали. Ладно. Я ответил на ваш вопрос, да, женщины? Не совсем. А что же мы могли сделать потом? А до того надо просто с любовью общаться друг с другом. Женщина вдохновляется только добротой. Мы так и делаем, если у вас есть, как-нибудь совмещать молитву или нет? Ну, включайте в интернет, включайте все вместе молитву, свой голос, чтобы вам было всех слышно. Делайте конференцию и молитесь все вместе. Вы тоже сам молитвенную комнату делайте, просто делайте это сами. Как можете, есть Zoom такая программа, там можно тоже всем друг друга видеть. Она, правда, платная. Там недорого она стоит. Можно уже самим это делать. Но, как бы, чем наша молитвенная комната отличаться? Там будет больше функций и, ну, допустим, вы, когда сделаете Zoom молитвы, никто не будет знать об этом. А когда я на своем сайте сделаю, то все будут знать, и все будут заходить, и получается такое общее пространство, так сказать. Потом мы будем развивать эти проекты. У нас много будет таких проектов. Сейчас другой проект мы делаем. Я давно его уже делаю, три года. Ну, я не знаю, когда я его запущу, может быть, через полгода, может быть, позже. Там много работы очень. Но суть такая, что каждый человек сможет подбирать себе не только продукты питания индивидуально, а также целые блюда. И не просто блюда, а также и травы лекарственные, и аромамасла, и даже разные диеты, какие вы хотите. Хотите для похудания, хотите для поправления, хотите там, для еще чего-то. Ну, то есть, очень много возможностей. Но это питание будет только вегетарианским, там не будет мяса. Индивидуально подбирать мясо невозможно. Это как людям подбирать кинжал, которым его зарезать индивидуально. Какой лучше, вот этот или тот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова